Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. И сегодня у нас достаточно интересная тема, которая, наверное, еще ни разу не поднималась на данном канале. Мы поговорим о балансе белого. И сразу же хочу заметить, что я не профессиональный колорист, я не какой-то коуч-тренер и все остальное. Я просто буду вам рассказывать, буду делиться теми знаниями, которые есть на данный момент у меня, и буду говорить о том, как я делаю, как я выставляю баланс белого, как справляюсь с ним на посте и все прочее. И если вы вдруг хотите в конце ролика приобрести мои курсы, получить ссылку на какие-то паки и все остальное, то, к сожалению, вы сегодня не по адресу. Здесь ничего такого не будет, и вот с этой установкой мы начинаем. Для начала хотелось бы сказать, что баланс белого – это достаточно важная настройка на вашей камере, наряду с такими параметрами, как ISO, диафрагма и выдержка. И я в свое время грешил тем, что в начале своей блогерской карьеры, да, если можно ее так назвать, буквально еще полгода назад или даже несколько месяцев назад, не очень-то следил за балансом белого в своих роликах и мог сидеть абсолютно там красным, ну, зеленым редко, скорее красным, и я позднее объясню, почему. И при этом это все получалось в связи с тем, что я особо-то не заморачивался, не красил вообще никак, не обрабатывал свои ролики на посте. Я не считал это особо нужным, то есть не пытался себе создать вот такую ауру человека, профессионала, прям гуру своего дела, который там снимает какие-то только шедевры, красит только фильмы. И почему-то, когда люди смотрят ролики на ютубе, они именно так и думают, что я пришел их учить, и вот сейчас они узнают инфу, и они смотрят, я сижу весь какой-то красный или непонятного цвета, и думаю, да что вообще можно узнать у этого чувака. И да, я этим грешил, не очень-то его правил, не очень-то настраивал, но сейчас все-таки я стараюсь с этим делом, хотя бы если вижу, что он как-то промухан, то чуть-чуть его, но поправить. Итак, для начала хотел бы рассказать о самом стандартном балансе 5500 кельвинов и иначе называемый дневной свет. Смотрите, в данный момент я на нем и снимаю. Конечно, небольшая поправочка, у меня сейчас 5200, опять-таки я сейчас объясню почему. 5500 это температура моего ключевого источника света, который висит у меня над головой, Nice Photo. Все остальное, что вы видите в кадре, при, если у вас в камере установлен баланс белого 5500, это вот то, что я уже понял именно практически, основываясь на своих знаниях, которые я получил, снимая различные видео. Если у вас выставлен баланс 5500, то все в кадре у вас выглядит именно того цвета, которого оно есть на самом деле. То есть вот те желтые, practical light, вот так называемые огни, они реально желтые. Вот тот циановый, вот тот, он тоже именно циановый. И на меня светит белый свет, и моя кожа, если в камере выставлен такой же баланс, она как бы именно того цвета, которого она есть на самом деле. Вот как бы сложно это ни звучало. То есть, что я хотел сказать. Если баланс белого в камере 5500, то все цвета выглядят так, как они, какими они являются на самом деле. То есть вот смотрите, если мы заходим в комнату, где желтые лампы, то мы видим, что на людях вот этот желтый свет, у нас глаз не настраивает баланс белого, и люди не выглядят нормальными белыми, там, с идеальным цветом кожи. Нет, они будут желтыми. И вот если в камере выставить 5500 и зайти в комнату с желтыми лампами, то все люди будут желтыми. Я надеюсь, это понятно. Что происходит, когда мы подстраиваем баланс белого под ту ситуацию, в которой мы находимся? Допустим, желтые лампы, мы ставим баланс белого 2800 или 3200. Что происходит при этом? И вот сейчас именно мы начинаем практику. Я знаю, что многие любят снимать с теплым светом. Как раз таки 3200, либо 2800. Именно теплым светом светить на человека и в камере уже подправлять баланс белого под этот свет. И сейчас я сделаю ключевой свет желтым. И не меняя баланс белого, мы посмотрим на изменения. Итак, друзья, теперь смотрите, что мы с вами получаем, если наш ключевой источник света вдруг становится желтым, очень теплым. Вот такая вот картинка. При том, что у нас в камере стоит 5500 кельвинов, ну 5200, опять-таки я вам еще пока не объяснил почему. И на самом деле, если сейчас посмотреть на меня, просто глазами другому человеку, я буду вот именно таким желтым, каким я являюсь у вас сейчас на камере. И сейчас даже уже стало выявляться то, что у нас, оказывается, был какой-то вот боковой свет, который белый, который в предыдущем сетапе просто сливался, так как они были одной цветовой температуры, то сейчас он выбивается, и мы его явно видим. И сейчас мы возьмем и подстроим баланс белого нашей камеры под этот источник света. А каким образом это сделать? Сейчас маленькую вставочку я вам поставлю, как это делается, по крайней мере, на камерах Sony. На камерах Sony старого поколения, такие как 6300, 6000, и как раз-таки на Sony Alpha 6000 я сейчас и веду запись. Смотрите, вам необходимо перейти из режима видео в какой-нибудь из фото режимов, то есть, например, режим M, перейти в настройку баланса белого, пролистать в самый низ до параметра Set, затем направить камеру на какое-то белое изображение, то есть, вот, например, белый листок подойдет. Конечно же, для этого идеально подойдет серая карта, но у меня ее по-прежнему нет, я каюсь, и белый листок нам тоже в какой-то степени подойдет. Мы подставляем ему, нажимаем на среднюю кнопку, баланс белого выставляется, сохраняется в один из регистров, бам, все, мы снимаем с тем балансом белого, который нам нужен. И сейчас я именно это и сделаю. Вуаля! Итак, смотрите, сейчас мы светим в лицо теплым источником света, цветовая температура отбилась 3100 Кельвинов, и сдвиг в сторону Magento на 2 единицы, ну, я не знаю, именно определитель баланса белого в камере решил именно так, и мы сейчас снимаем именно на нем. И смотрите, какая фишка, про какой Color Shift я говорил. Если мы вдруг с вами придем в какой-то банкетный зал, выставимся по балансу белого, который у нас там находится, но что у нас произойдет со всеми остальными цветами в кадре? Я еще раз напоминаю, только при балансе белого 5500, через камеру, мы видим все цвета такими, какими они есть, то есть желтый, циан и все остальное. Но выставив какой-то отличный от этого, например, теплый, например, вот 3100, как сейчас, наш обычный белый источник света, вот который я сейчас выключаю, и который снова включаю, он стал отчасти уже каким-то синим, и при помощи только его и теплого источника мы уже можем делать какую-то комплементарную цветовую схему, то есть теплый, холодный, да? И это не просто белый, это реально какой-то уже синеватый. Наши желтые лампы, абсолютно желтые лампы, стали далеко не такими желтыми при балансе 3100, но они очень желтые, для них нужно еще теплее выставлять баланс, но тем не менее, обратите внимание, насколько они стали не такими теплыми. И наш любимый, циан, который вот там вот был, он стал каким-то просто синим, что ли, я бы сказал. То есть все цвета имеют какое-то смещение, если мы выставляем в камере, баланс белого отличный от 5500 кельвинов. И это нужно знать, это нужно помнить, и при помощи этого же в кино делаются различные цветовые схемы, используя просто нестандартный баланс, и при этом используя различные источники цвета, вот именно так, я еще раз вам напоминаю, можно при наличии теплого, обычного теплого и обычного холодного источника сделать какую-то комплементарную сцену, в которой теплый будет светить на вас, баланс белого будет настроен на него, и холодный, точнее не холодный, а обычный белый, будет делать какой-то бэклайт или еще что-то, и он уже будет выглядеть отчасти синим в кадре. Естественно, это нужно помнить и знать. Далее буквально парочка слов о том, как я работаю с балансом белого, когда снимаю свадьбы. Наверное, многих, кто подписан на этот канал, кто также занимается этим делом, это интересует. Весь день, начиная со сборов и до банкета, ну, за исключением ЗАГСа, я снимаю на стандартном балансе белого 5500, либо же просто солнышко, облачко, то есть солнечная погода. Смотрите, на улице он подходит, в помещении я выключаю искусственный свет и работаю от окна, он также подходит, и все выглядит именно натурально, классически, так как нужно, и если что, то чуть-чуть подкорректировать, баланс можно и на посте. И как только мы приходим в помещение, там огромное количество разных источников, все, что я делаю, ни в коем случае не ставлю авто, потому что авто скорректировать на посте очень сложно, он у вас то такой, то такой, вы скорректировали тут, он у вас в процессе прям одного файла изменяется, это очень неудобно. Я делаю следующим образом. Вижу в центре зала, вот под основными световыми приборами, какие-то, например, белые скатерти, белые стулья с накидками или еще что-то, подхожу, и вот именно этим методом, как я вам говорил в камерах Sony, но такая или подобная методика есть в любых камерах, подхожу и отбиваю баланс белого, и самое главное, еще раз напоминаю, не ставить автоматический, чтобы он у вас не прыгал от шота к шоту или прям в одном шоте не переливался. Выставили, этот баланс, он будет достаточно близким к тому, к реальному балансу белого, и на протяжении всего банкета вы его не меняете, и потом какой-то легенькой правочкой вы сможете в каждом месте чуть-чуть поправить, потому что, я напоминаю, мы снимаем компрессированное видео, это ни в коем случае не RAW, RAW, не RAW, да, и, например, если вы работали с фотографиями, вы знаете, что такое RAW фото, вы там можете на посте баланс белого просто изменить полностью, без какого-либо ущерба к исходнику, но для видео, если вы промахнетесь более чем на 500 кельвинов, то, сделав этот сдвиг, вы получите такой ужасный колор-шифт, что просто не сможете потом восстановить этот баланс на посте, поэтому промахнуться немного можно, и именно банкеты я снимаю так, что выставляю один какой-то баланс, усредненный, вот, сделанный в центре зала с тем же белым листом, с белой скатертью, или с картой серого, еще раз напоминаю, это идеальный вариант. Ну и в финале еще несколько слов о достаточно таком важном моменте, как же поправить баланс белого на посте, и переносимся в монтажку. Если мы с вами работаем в Premiere Pro, то вот здесь вот, или вот здесь вот, у нас находится вектороскоп, это именно тот прибор, который нам нужен. В нем есть линия скинтона, это нам очень важно, и если мы возьмем, выделим масочкой лицо персонажа, вот я сейчас сижу, мое лицо освещено ключевым светом, я его выделяю масочкой, и мы видим ту самую линию скинтона, и спокойненько, аккуратно подправляем ее ползунками тинта, и вот холодного и теплого, то есть именно балансом белого подправляем наш фейс, если мы не сильно промахнулись, а мы должны были не сильно промахнуться, как я вам и говорил, то мы аккуратненько поправляем, естественно, ББ поправляется по всей картинке в целом, если вы хотите сделать что-то более профессиональное, то вам лучше идти в да Винчи, делать все масками, только на кожу, но если же вот мы работаем в такой сфере, где не требуется вот этого детального, профессионального, педантичного изучения, и именно выстраивания идеального баланса, то вот такие легкие правки мы можем нести прямо через Premiere Pro, просто выделив лицо, выставив идеально по линии скинтона при помощи ползунков баланса белого в вашей монтажке, я еще раз напоминаю, подправив его, затем мы убираем нашу масочку, и видим, что наше лицо наконец-таки стало именно того цвета, которого мы хотели, и также длина самой этой линии, она означает насыщенность данного цвета, и с ней тоже можно играться, абсолютно очень важно не переборщить, но и не делать сильно ненасыщенным, чтобы не выглядеть каким-то полумертвым. Подведем итоги. Баланс белого это крайне важная настройка для всех людей с камерами, снимающих видео, если только они делают это, не в RAW формате. Первое. Если у нас идеальные студийные условия, то отбиваем его по серой карте, или хотя бы по белому листу. Если мы снимаем на улице, то выставляем 5500 кельвинов, и в принципе, или просто солнечная погода, или облачная, в зависимости от того, какая она действительно, и снимаем на этом балансе. Если условия не идеальные, то выходим в центр зала, и опять-таки, отбиваем по белому листу, или по серой карте. И в самом-самом-самом крайнем случае, на непритесательных съемках, используем автобаланс белого, но я вам очень не рекомендую. Уж лучше выставить какой-то на глазок, чем ставить автобаланс. Ну и по сути, на этом у меня сегодня все. Если вам была, кому-то была интересна эта информация, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, поделись этим видео с другом. Ну и надеюсь, что для тех, кому было неинтересно, то хотя бы развлекательно. Все, друзья, увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Всем пока. Продолжение следует...